Друзья, всем привет! С вами Сергей, партнер авто Краснодар. И я хочу вам представить автомобиль, который появился у нас в продаже. Вот такая вот точила Toyota Tacoma TRD 4x4 Offroad. Комплектация. Яркий цвет, классный. 2017 год автомобиль. V6 3,5 литра двигатель. Здесь вот камера заднего вида у нее есть. Таркоп. Подключение. Прицепа. Колеса такие немаленькие. 285 на 75 на 16. Гудьер. Итак. Посмотрим кузов этого автомобиля. Заводское крыло у него заднее. Так, дверь. Дверь заводская. Передняя дверь пассажирская, заводская. Крыло передняя правая. Чуть-чуть толще слой. Здесь вот прям потолще. Капот. Капот. Второй слой капот. Двойной слой. Вот здесь вот побольше с этой стороны. Так, а ну-ка здесь. А здесь полтора слоя, так скажем. Значит, что я вам скажу. Был у нее... Куплена она в Америке. С небольшим повреждением правой фары. Минимальное повреждение капота подправили. И крыла правого. Есть фото. Сейчас покажу. В общем, все это исправили. У нас состояние автомобиля никак не отразилось. Кроме лишь того, что окрашенные элементы появились. И все. Значит, дальше посмотрим. Крыло переднее левое заводское. Дверь. Водительская, заводская. Пассажирская, задняя, заводская. Заднее левое крыло, завод. Вот здесь все заводское. Здесь все заводское. Бесключевой доступ имеется на автомобиле. Вот так раз. Давайте посмотрим под капотом, как там вообще у нее. Так, с этой стороны, слева. Заводские. Здесь снималось. Соответственно, здесь крыло даже не снималось. Правое крыло не снималось. То есть, внутренности все здесь совершенно заводские. Вот только оптика стоит без светодиодной ленты. Оптика обычная. Заводская была оптика со светодиодной лентой. Такая ядовитая, красивая. Одна фара левая осталась. Правую можно дозаказать. Будет комплект. Еще будет красивее выглядит автомобиль. Как есть, ребята. Все рассказываю, как есть. Так, радиаторы. Вот все идеально. Все идеально. Так, лобовое стекло. Toyota родное. Без сколов, без трещин, без ничего. Ну, оптика эта новая, я уже говорил. Вот такие вот бледовские. Фонарики дополнительные. Кстати, вот этот почему-то запотевает. Не знаю причину. Разборной. Может, надо засиликонить или что-то. Вот здесь яркая-яркая, тоже ледовская фара стоит. Давайте заглянем, что там снизу. Давайте заглянем, что там снизу. Вот такое, друзья, состояние снизу у автомобиля. Рама. Ну, идеальная. Так, здесь. Здесь. Здесь все вот так. Все отлично. Фонарик вот здесь стоит. Открывающееся окно заднее. И салону. Пойдем в салон, посмотрим, что у нас по салону. По салону. Дверная карта. Все четкое, хорошее, красивое. Максимум, что может где-то почистить чуть-чуть. Порог выглядит вот так. Кстати, вот такой заводской, наверное, мощный какой-то порог. Может быть, тюнингованный. Очень крепкий. Покрыт каким-то материалом. Таким прочным, который как зацеп действует. То есть, на него встанешь, он не скользкий, вообще четкий. Очень крутой порог. Так, по салону дальше идем. Сидение водительская. Ткань. Ткань вся хорошая, вся целая. Так, отключение света в кузове. Это розетки, что-то с розетками связано. Так, это что у нас? Открывание, что-то заднего стекла. Оно электрически открывается, что ли? Еще не разобрался. Ну, это включение передней, вот этой мощной всякой ледовской оптики. Так, состояние, значит, по рулю. На спидометре 41 998 километров пробег. Отличный руль. Кнопка старт-стоп у нас. Задний привод. Понижайка, полный привод. Кондиционер у нас в автомобиле. Беспроводная зарядка. Ой, так, так, друзья, извините. Сбил камеру. Беспроводная зарядка есть. USB. AUX. Камера заднего вида. И здесь тоже микроэзди. Там навигация, возможно. Нет, не знаю точно. Не буду говорить. Покажу вам состояние. Так, а здесь Система для бездорожья включается у нас. Посмотреть можно в интернете, как она действует. Это вроде как скорость обозначает, с которой двигаться будет автомобиль по бездорожью самостоятельно, если не использовать газ и тормоз. Кровл контроль. Это что-то, Mood Terian System, что-то такое. Не буду точно говорить. Блокировочки всякие. Вот. Так, что-то у нас с камерой, друзья. Сама по себе она. Простите, пожалуйста, за это. Дальше продолжаем. Так, сзади здесь тоже все прекрасно. С этой дверной картой. В салоне порог идеальный. Сиденье тоже все отлично. Недостатков никаких не вижу. Здесь все хорошо. Вот сиденье целое, нерванное. Ничего. Потолок в прекрасном состоянии. Черный потолок. Кстати, очень удобная штуковина. Не ожидаешь. Микролифт задней двери. Вот так. Есть такая штука. Правая задняя обшивка тоже в прекрасном состоянии. Все, ничего здесь нет. Вот есть потертость. Вот есть, вот есть потертость здесь. В общем-то больше ничего такого нет. Пороги отличные. Сиденье тоже здесь не затертое. Ничего. Так, вот на передней правой обшивке есть какая-то потертость. Вот здесь, в этом месте. И вот. Потертость есть. В общем, это больше ничего. Больше ничего. Порог тоже отличный. Сиденье тоже отличное, нормальное. Все, подушки безопасности. Вот здесь, подушки безопасности, также есть шторки, да? Скрутывание подушек. Значит, коленная подушка. Здесь 2, 3, 4, 5, 6, 7 подушек безопасности, насколько я понимаю. Думаю, да. Ну что, друзья, коротенький ТС-драйв Промчим на ней Друзья, кстати, у нас есть вот такой вот Вертолетик Американский Может, кому нужен, имейте в виду На ходу Так, помчали Так Что такое с камерой, я не пойму Я вот тебе пишу, я сейчас пишу, серый, кстати Я не пойму, что с камерой, что она Вот так, раз, раз, раз Ну-ка, а где, а вот Пишет сейчас Все пишет, все пишет Все в онлайн, в онлайн, ребята В прямом эфире В прямом режиме Нон-стоп, короче Да Слушай, я не пойму, где заднее стекло, что ли Отбежает, да? О, автоматически, да, ребята Это что, это что-то залазить Смотрите, раз Чик не подал туда, вискарик В бассейн О, мы не успели выехать Там Сейчас Не проедем? Проедем Проедем Черт, длинная Ножку только нет Камера задняя Видно черт Так, а мы сняли рамки? М-м-м, нет Так, смотри, шесть секунд Она, наверное, свалилась Рекомендуем Партнерат Так, ну что, помчали Ходовой вообще вопросов нету Уже ездил на ней Рекомендуем ну конечно не кроссовер это точно это джип настоящий ему нужны просторы точно ну и город может заехать легко проехать куда надо земли Продолжение следует... В общем, отличный автомобиль, ребята. Отличный автомобиль. Дальше, конечно же, выбор за вами. Для каких целей его использовать. Кстати, у него большой кузов, помещается квадроцикл туда, с открытым бортом. По длине. Ну, опять же, смотри, какой еще. Мы, ребята, находимся в Краснодаре. По адресу Ставропольская, 324, принимаем автомобили на реализацию. Рассказываем об автомобиле, о его состоянии. Все, что мы знаем, все, что мы узнаем. Достоверную информацию даем. Так, чтобы для вас не было сюрприза после покупки автомобиля. Оказалось, что у вас что-то там восстановленное или еще что-то. Присмотранный пробег. Мы даем максимально полную информацию об автомобиле. Кому надо продать автомобиль, пожалуйста, обращайтесь. Выставим у нас на торговой площадке. Кто хочет приобрести такой автомобиль или какой-то другой, который у нас увидит, добро пожаловать к нам. Также мы отправляем автомобили по регионам России. По Краснодарскому краю доставим автомобиль бесплатно. Бесплатно. Все развивается такого? Офигенно. Чего тебе нравится? Ну, не знаю, комфортная. Комфортная. Честно, я думал, будет трясти. Ну, не такая комфортная, как, наверное. Не, ну, лучше, чем вот, не знаю, не знаю, и Сузу до Димакс. Да, такая же. Да, нет. Более плотненько идет. Шумов нет вообще ничего не скрипит. Там нету что-то. Не знаю, нету что-то как-то больше. Вообще мне нравятся все машины в хорошем состоянии. Все машины мне нравятся. Ну, а что? И Сузу до Димакс, кстати. Ну, такому, конечно, у него дерзкий вид такой вообще обалденный. Да, пасется хорошо. Да, она смотрится очень-очень приятно. Такой Феррари среди пикапов. Ой, блин. Затупил жестко, да? На перекрестке. Один четкий аппарат. Я бы ездил на таком. И по городу тоже, кстати. Угу. Велосипеды, коляски. Все можно покидать в багажник и стартануть. Ну, конечно, еще темп надо тогда делать. В случае дождя, да? Ко-нибудь, чтобы закрывать можно было. Я думаю, это не проблема. Так, машина в хорошем состоянии. В России таких автомобилей в продаже нету в наличии. Поэтому насчет стоимости автомобиля там кто-то может говорить дорого, кто-то еще что-то. Кто-то в Армении дешевле. В Армении будет на армянском учете. Она стоит там на 500 тысяч, может, дешевле. Но, опять же, что за машина там, неизвестно. Здесь эта машина, вот она есть. Друзья, хорошая машина, достойная машина. Насчет цены можно договориться. Было бы желание. В общем, с вами был Сергей, партнер авто. Всем всего хорошего. Хорошего настроения. Пока.